Так, всё. У нас с вами сегодня первое занятие по подготовке к УГЭ. Значит, во-первых, давайте-ка я представлюсь. Меня зовут Ирина Николаевна. Я учитель информатики, являюсь также экспертом по проверке ЕГЭ, работ ЕГЭ. Кроме меня будут вести занятия ещё несколько человек. То есть мы разные занятия у вас будут разные преподаватели вести. Ну, начиная вот с вами я. Так как мы с вами сегодня занимаемся самое первое занятие, то сначала смотрим вообще, что у нас будет на экзамене. Сейчас я увеличиваю. Всё. Значит, смотрите. Самое главное, у нас на весь экзамен отводится 2 часа 30 минут. Экзамен состоит из двух частей. Это часть, которая выполняется на бумаге. Вам будет выдаваться бумажный вариант КИМА. И вы будете работать с черновиком. То есть вы на эту часть экзамена нельзя брать ни калькулятор, ничего. У вас будет только черновик, который вам выдадут на экзамене, и ваши чёрные гелевые ручки. То есть можно несколько ручек. Ничего больше на экзамене быть не должно. Когда вы справляетесь с этой частью, либо же, если вас пригласят экзаменаторы, то есть что может быть по-разному организовано, потому что вторая часть будет вся на компьютере. Там несколько заданий вам нужно будет сделать. Вы туда будете переходить опять с чёрной гелевой ручкой и с вашим КИМом. Но здесь может быть по-разному в разных школах организовано. То есть может быть вам вас сразу всех посадят. Может быть вообще в этой школе будет очень много компьютеров, вам каждому сразу предоставят, положат на парту. Но в любом случае, когда вы работаете со второй частью, первую часть вы уже закончили заполнять. То есть больше туда ничего не внесёте. Понятно, да? Потому что калькулятором пользоваться на первой части нельзя. Итак, первые 10 заданий у вас идут полностью ручкой, бумагой на листочке. Оптимально, если вы первую часть решаете где-то в пределах часа. Она не такая сложная. Лучший вариант как можно больше времени будет отводить на вторую часть. Мы с вами пока начинаем разбор с первой части. Просто сейчас посмотрим, с чего состоит экзамен. Первое задание идёт на кодирование текста информации. Мы вот сегодня как раз с вами разберём. Второе задание, в принципе, вы можете сделать сами, без всякой подготовки. Это расшифровать или зашифровать какое-то сообщение. В принципе, если человек хотя бы минимальной какой-то логикой владеет, именно как мышлением, то он без проблем это сделает. Третье задание как раз-таки на логику, но логику уже математическую, как математика. Здесь нам нужно будет выбрать какое-то число х или а, которое удовлетворяет какому-то условию. Здесь идут логические связки и, и, или, не. Они в курсе девятого, восьмого класса рассматриваются. Ну, в школьном курсе они есть. Мы их все возьмём. Четвёртое задание идёт на теорию графов. Значит, это нахождение обычно идёт с самого короткого как бы вот пути от а-та, я не знаю, до е, ещё до чего-нибудь. То есть вот здесь таблица смежности. Всё разберём. Пятое задание. Здесь придётся немножко посчитать. У вас в результате получится что-то типа уравнения, когда вы вот немножко хотя бы прочитаете алгоритмы. Шестое задание. У вас дана программка, какие-то возможные пары значений и с вас как бы спрашивают, когда будет выведено, на какой паре, например, выведено будет, да, и что нужно поменять. Но в любом случае у вас будет какой-то, какая-то программа, и вы будете её интерпретировать, да, то есть с результатами её работы. Это не на компьютере, ещё раз говорю. Следующее, прошу прощения, девятое. Седьмое задание, да, это у нас идёт на коммуникационной технологии. Здесь вы составляете адрес сайта. Ничего сложного опять-таки нет, да, если вы знаете, как он составляется. Восьмое задание. Это запросы. Тоже, в принципе, не очень сложно. Если вы знаете формулы, достаточно легко считать. Здесь нужно набить руку на этом задании. Девятое задание самое, в общем-то, на мой взгляд, такое простое, особенно если можно рисовать в киме, а и вам можно будет рисовать в киме, и оно достаточно легко делается. Десятое задание – это система счисления. Вы их, я думаю, уже все прошли. И вот когда вы всё это сделали, вы переходите к части, которая делается на компьютере. Вот все предыдущие задания, они были однобальные. Одиннадцатое-двенадцатое задание вам тоже за него выдают по одному баллу. Оба этих задания идут на поиск информации. Они очень легко делаются. Это лёгкие задания. Здесь поиск в тексте, поиск в папках. То есть нормально. И тринадцатое задание. Вы делаете, вам выбор дают. Здесь оно двухбальное. То есть сразу два балла. Либо вы создаете презентацию из трёх слайдов. Четвертое уже оцениваться у вас не будет. То есть написано три. Значит, должно быть три. То есть проверка вашего счёта. Ну и на мой взгляд, это моё личное мнение. Либо же вы в тринадцатом задании пишете текст. Как человек, который видел критерии оценивания, я вам могу сказать, проще сделать текст. Все критерии, которые у вас есть к тексту, написаны у вас вот здесь. То есть здесь лучше, конечно, можно и то, и другое. Тут вы будете смотреть. Но если вы набрали текст... Ой, где я тут? Текст даже без таблички, вы уже получаете один... То есть выдержали всё. Здесь всё положено. То есть выделили. Ничего такого сложного здесь нет. Вы уже один балл получили. Мы всё это будем разбирать. Не переживайте. Одно из самых, на мой взгляд, сложных заданий – это четырнадцатая. Но зато и баллы за него дают даже не два. За него дают три балла. То есть оно трёхбольное. Ну и посмотрите, сколько заданий. Фактически как раз-таки три. Пятнадцатый номер вам тоже предоставляет выбор. Вы можете либо написать программу для исполнителя робот с помощью кумира. То есть здесь вы пишете на русском языке. Либо вы создаёте программу на языке программирования. Паскаль, питон, си. То есть любой язык программирования. Ну вот опять-таки мой личный выбор – это, конечно, пятнадцать два. Вы можете делать пятнадцать один. Это ваш будет выбор. Что вам больше нравится, что лично легче вам. Вы выбираете задание, которое будет легче вам. Ну и максимально, ещё раз говорю, получается у нас сколько баллов. За первые двенадцать заданий по баллу – двенадцать баллов. Два задания двухбальных – это у нас получается шестнадцать баллов. И одно задание трёхбальное – девятнадцать. То есть всё вместе – девятнадцать баллов. Оценка четыре, по-моему, начинается с двенадцать баллов. Её можно получить, если вы делаете, например, первую часть и про запас обязательно делаете тринадцатое задание. То есть лучше делать, конечно, по максимуму. Так. Ну, это касательно того, что будет на экзамене. Мы все эти задания с вами ещё разберём. Варианты мы с вами будем решать. Замечательный сайт для подготовки – это «Решу.Г». Там очень много заданий. И давайте-ка всё-таки начинаем. Значит, мы с вами… Вы себе как-то прописываете, что у вас это номер один. То есть задание первое. Я скрываю. Так, вот я их отсюда взяла. На всех случаях открою. И вот я их так вот прогублировала. Ой. Так, сейчас, подождите. Открыть с помощью «Поинт» сделаем. Где-то там. Всё. Так. Ну, видно, по-моему, нормально, да? Значит, смотрим. У нас есть какой-то текст. Знаешь? В одной из кодировок Unicode. Помним, что Unicode – это 16-битная кодировка. В ней 2 в 16 больше, чем 65 тысяч различных знаков. И каждый символ кодируется 16-битами. То есть вот каждый-каждый символ кодируется 16-битами. Нам нужно определить размер в байтах для следующего предложения и в данной кодировке. Теперь первое, что мы с вами должны поговорить здесь, это вот эти вот размерности. Кто-то, может быть, забыл уже, что такое биты, что такое байт. Поэтому начнем мы с того, что… Я куда-то делала ручку. К семье ручку потеряла. Нашла, нашла, нашла. Я прошу прощения. Начнем мы с вами с того, что пропишем основные единицы измерений информации. Тебе как шпагалку прямо пишите. Можно где-то на обложке написать. Итак, самые маленькие единицы измерений. Какие? Биты. Итак, подписываем. Первая единица измерения – это бит. За ним идут кто? Байты. Давайте напишем просто B. За байтами – килобайты. За килобайтами идут мегабайты. И давайте на гигабайтах, на всякий случай остановимся. Гигабайты. Теперь здесь, так как у нас с вами калькулятор не будет возвращать от 11 класса, то нам где-то, может быть, придется поработать со степенями. Итак, если мы из битов переводим в байты. Битов много, они маленькие, а байт уже меньше. Поэтому нам здесь придется что делать? Какое действие? Из битов в байт делить или умножать? Ну-ка, смотрите. Вы из сантиметров. Вот всегда себе как запоминать. Биты самые маленькие, байты больше. Длиной вы хорошо ориентируетесь. Правильно? Сантиметры, метры, километры. Итак, у вас есть сантиметры. Как из сантиметров перевести метр? Действие какое? Поделить на 100. Мы здесь то же самое делаем. Значит, мы что делаем? Делим. Делим мы на 8. Либо 8. Что такое? 2 в какой степени? Или 2 в 3. Можно я вот так вот напишу? 2 в 3. Здесь в каких-то задачах удобно использовать будет 8, а в каких-то использовать в легшей степени 2 в 3. Следующие у нас байты. Килобайт опять-таки больше. Значит, какое опять действие будем делать? Деление. Делим мы с вами на очень круглое число. 1024. Округлое оно потому, что это 2. Кто знает в какой? В 10. Так, я можно дальше не буду 1024 писать. Понятно, что это одно и то же. Дальше мы опять-таки делим на 2 в 10. И на 2 в 10. А если мы идем в обратную сторону? Как из метра перевести в сантиметр? Да, умножение. То есть, если мы с вами идем в обратную сторону, то есть стрелочка в обратную, то мы будем что делать? Умножать. А вот числа у нас с вами останутся. Вот для себя как-то покажите, что вы умножаете. Числа у нас остаются теми же самыми. Так, это я вам напомнила. Что еще нам с вами может пригодиться? Нам могут пригодиться степени двойки. Так, как мы с вами будем считать без калькулятора. Либо мы будем считать столбиком числа, либо мы где-то будем основываться на степенях двойки. Ну вот, для данной задачи нам это пока не надо. Давайте мы пока это все пропустим. Я сейчас вот это вот оставлю. Теперь смотрите, зачем же нам это было здесь нужно? У нас было 16 бит. А вопрос был уже про кого? Про байты. Значит, нужно что сделать? Нужно 16 бит перевести в байты. Ну и какое действие мы будем делать? Деление. На что удобнее? На 8 или на 2 в 3? Вот в данном случае. 16 на что? На 8. И получаем мы с вами сколько байтов? 2 байта. Теперь смотрите. Переделываем. Каждый символ кодируется чем? 2 байтами. Итак, каждый символ кодируется 2 байтами. Что нам с вами осталось сделать? У нас вот эта фраза. Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой. Что осталось нам сделать? На каждый символ 2 байта посчитать. Но самое главное, смотрите. Когда вы начинаете считать 1, 2, вот прям, вот у вас будет ки, вы прям берете, ручкой тыкаете. Я иначе обсчитываюсь. Вот я честно скажу. 3, 4. И мы считаем вот эти вот пробелы тоже. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. И заканчивайте высчитать точкой или запятой. Вот в данном случае у нас точка. То есть мы ее тоже считаем. Так, ну, я дома посчитала. Здесь у нас получается 42 символа. То есть смотрите. Давайте запишем, что у нас получилось. Вот количество символов. К равно 42 символа. А И это сколько на один символ у нас? Это 2 байта. Каждый символ по 2 байта. Ну-ка, давайте даже без формул. Что нужно сделать? Каждый символ 2 байта весит. Конечно, умножить. Ну, давайте вот формулу все-таки запишем, что это И умножить на АК. Ну, даже вот чисто вот житейски понятно, что 42 умножить на 2. И будет у нас здесь 84 байта. В КИМе вы будете писать одно число. Какое? 84. Вот это вот. Вот он. Это ваш ответ. Единицы измерения вы писать не будете. Если вы напишете в КИМе единицы измерения, проверяет вот эту часть компьютер не человек. Теперь смотрите, что происходит, когда компьютер распознает текст. Текст сканируется, ваш КИМ будет сканироваться. Если вы, во-первых, используете не черную гелевую ручку, а, например, другого цвета, она может плохо отсканироваться. Это раз. Да, то есть вот синяя ручка. Будет что-то вообще даже не видно. У вас часть символа пропадет. А если вы написали байт, а компьютеру написано, что в этом задании должны быть цифры. Сколько у него цифр-то? 10. Он вот мою буковку B, если вот я ее напишу, он ее превратит в цифру. Ну, в данном случае, например, какая наиболее похожая будет цифра? 6. И ответ он от меня примет. Не 84, а 846. Если я бы байт написал, да? Поэтому внимательно читаем. Написано только число, да? Значит, вы пишете только число. Написанный текст, пишите текст. Вот здесь очень внимательно. Так, ну, я думаю, вопросов с этим заданием у нас нет, да? Так, сейчас я уменьшу. И давайте попробуем наподобие сделать вот это задание. Сейчас я его поймаю только. Так, вот. Оно у меня прямо рово справа. Все. Давайте я немножко только подскажу, а то вам, наверное, тяжело будет читать. Давайте, во-первых, подсмотрим. Явно у нас тире, оно, скажем так, прилипает к буквам У и Ч. Ну-ка. Нет. Тире обычно с обеих сторон ограничены чем? Пробелами. То есть, смотрите, у нас пробел, то есть вот этот символ будет считаться. Вот раз, два, и здесь будет третий. Вот со знаком вопроса, смотрите, он будет считаться, и пробел после него. А вот здесь окончание, это знак вопроса. Чтобы вам удобно было считать, фразу напишите сначала, а потом прям потыкайте. Переписываем себе фразу в тетрадочку. Не забудьте про эти пробелы. И считайте, сколько здесь у нас символов. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. 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 Ну что. У всех получилось. В следующую задачку уходим. Так. Если кто-то нас смотрит через Дискорд, вы можете тоже как-то задавать вопросы, но только в текстовом канале, потому что я вас не услышу. то есть писать можете. Если что-то желательно, если вот вы поставили имя Буля, то лучше, конечно, бы как-то вот написать имя и фамилию или хотя бы просто имя нормальное. И теперь просто же. Так. Все. Смотрим. Еще один вариант задания 1. Значит, это у нас задания немножко такие устаревшие, которые были раньше. Но вдруг вам вот в этом году попадется на такое задание. Поэтому ни в коем случае нельзя решать вот однотипные, которые есть в демо-варианте. Вот как я сейчас уже говорил 11 классу. Может быть, вы сейчас слышали, да? Вы начинаете читать текст и сразу из него выделяете данные. Вам нужно как можно меньше и точнее и быстрее, самое главное, посчитать первую часть. Итак, начинаем работать с текстом. У нас есть статья, набранная на компьютере. Она содержит 10 страниц. Ну, например, мы написали, что страниц 10. На каждой странице 32 строки. Так. Сколько всего строк можно уже будет просчитать? Ну, то есть действие какое? На Жене, на 32. Ну, я так поставлю крестиком. Это у меня строки уже, да, получается. Пусть будет СТ. Так. И в каждой из этих строчек еще и 48. Вот здесь я вам советую пока не умножать. Итак, 48 еще и символов. И тут у нас всего получилось символов в нашем тексте, да. То есть окончательное. Смотрим дальше. В одном из представлений Unicode. Каждый символ... Это вот всего у нас символов получилось. То есть можно написать, что это всего. Ой, всего. Каждый символ кодируется 16 битами. Для кодирования используем букву И. Подписываем 16 бит. То есть это то, что у нас есть. Определите информационный объем статьи в килобайтах. Значит, нам нужно найти объем. Причем в чем? Знак вопроса килобайт. То есть вот мы сейчас отработали с условием. У вас будет черновик. Когда вы набьете руку, вы будете решать это легко. Но лучше всего вот эти все числа вытаскивать сразу. Итак, как мы будем читать объем наш? Нам нужно что сделать? Вот мы только что наподобие задачку делали. Что нам нужно сделать? Вот смотрите. Каждый символ, а всего их вот столько, по 16 бит. Все нужно что сделать? Умножить, конечно. Значит, мы умножаем 10 на 32 на 48. Кстати, а помните, какой буквой мы до этого обозначили? Буквой какой? К. И мы умножаем. То есть вот этот у нас с вами К. И умножаем мы с вами на что? На то, сколько занимает один символ. Ну, в нашем случае это 16 бит. Это И. И ответ мы получим в чем? В битах. А с нас спрашивают килобайты. Поэтому лучше пока, смотрите, ничего не писать. Вспоминаем. Итак, как из битов перейти к килобайтам? Помните, мы с вами записывали вначале-то, да? Да. Разделить на 8. Разделить еще на 1024. Ну, давайте распишем сначала первый раз. Полностью прям все. Итак, значит, у нас 10 на 32, на 48, еще на 16. А делим, вспоминаем деление, это дробная черта. Делим мы с вами на 8 и на 1024. Теперь смотрите, вариант такой. Калькулятора у нас нет. Будем считать столбиком 32 на 48, еще на 16. Ошиблись где-то на единичку и все. Ответ неправильный. Лучше всего в таких случаях, в таком случае, поработать со степенями и аккуратно все сократить. Так, опять где-то себе делаем шпаргалку. Знаете, как обычно говорят учителя остальные в школе, те, кто задают информатику, должны прекрасно знать, наизусть знать степени какого числа? Двойки. Итак, давайте я вот здесь вот табличку ниже нарисую. Значит, здесь я пишу n, здесь 2 в степени n. Так, сейчас я линию поставлю. Так вот. Ой. Опустилась. Так. Значит, нам нужны будут числа от нуля до десяти. Был заготовку мне тоже сделать, чтобы я принялась. Не забывайте о том, что вот у вас последние числа будут вот такие не очень маленькие. Итак, расписываем сейчас, потом посчитаем, сколько нам чисел понадобится. 0, 1, то есть это показатель степень 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, у меня мало. Может, я не очень ровно, но зато быстро сделаю. 7, 8, 9 и вот так вот мы сделаем сейчас 10 сюда еще. Так, вспоминаю математику. Любое число в нулевой степени это всегда... Нет, это не ноль, это единица. Вот для себя это вспоминайте. Любое число в нулевой степени всегда один. Теперь, смотрите, нам нужно предыдущее число, то есть вот это вот наша единичка, вот предыдущая. И степень, так как двойки, мы ее умножаем на 2. 1х2 будет 2. Вот эту двойку, вот эту двойку умножаем на 2, получаем 4. 4 на 2, 8. 8 на 2, 16. 12, дальше 32, дальше 64, 128, 256. Что-то я размахнулась. Дальше 512 и 1024. Кто-то уже, видимо, степень двойки знает, кто-то не знает, но как бы вот пока вы ими пользуетесь. В принципе, нам пока нужно только вот до сюда. И мы с вами замечаем, что у нас есть такие интересные числа наверху, которые являются степенями двойки. Это число какое? 32, хорошо видно. Это какое число? А вот 48, из него степень двойки. Давайте вытащим из него какой-нибудь делитель. То есть 48 на что-то может делиться, на какую степень двойки. Таблицу умножения, вспоминайте. 48 делится на 8. Итак, все, расписываем. Значит, 10 мы с вами оставляем. Пусть, может быть, оно... Если нужно будет, из десятки еще тоже двойку вытащим, да? 32 находим. Это 2 в какой? В пятой. 2 в пятой. 48 делится на 8. То есть, в принципе, смотрите, а можно восьмерку-то не вытаскивать. Смотрите. Видите? Да? Так, расписываем. 6 на 8. 16 – это 2 в какой? 2 в четвертой. По табличке, смотрите. Смотрите, восьмерку мы можем оставить, потому что она у нас вот здесь уже была, да? То есть не обязательно расписывать. Можем расписать, но тогда и здесь надо наверху расписать. 1024, мы с вами говорили, когда мы рисовали вот эту вот нашу первую с вами шпаргалку. Это 2 в десятой степени. Так, ну что-то никак места мне не хватает. Размахнулась я что-то больно сильно. Давайте смотрим. Вот здесь у нас восьмерки сокращаются. Я вот так чуть-чуть видно, чтобы на пол вот так вот. Теперь вспоминайте. Свойства математики, свойства степени. При умножении показатели складываем. 5 плюс 4 будет сколько? Мало. Значит, нужно еще одну двойку вытащить. Откуда? Из шестерки давайте. Из десятки, смотрите, на 10 умножать хорошо, поэтому не хочется ее трогать, да? Давайте вытащим. То есть я все-таки перепишу, потом лишнее просто удалю. Значит, мы 10 с вами вставляем. 2 в девятую у нас уже с вами получилось. Это пятая и четвертая степень. И мы с вами вытаскиваем из шестерки двойку. Это трижды 2. 2 это 2 в первой степени. Вот она у нас. Здесь у нас уже осталось только 2 в десятой. Восьмерку сократили. Теперь 9 плюс 1 в десятой степень. Я вот уж не буду сразу. Я вот так уж надеюсь, вы все-таки математику сдаете. И мы сразу сократим, что 9 плюс 1 в 10. 2 в десятой. 2 в десятой. Сократились. А осталось у нас сколько? 3 и 10. Умножаем, получаем 30. И вот теперь кого 30 килобайтов? Ну, в ответе, конечно, вставить только какое число. Только 30, да? Так. Вот если бы мы с вами умножали столбиком, вот если вы как бы применитесь, да, с этими степенями работать в информатике тоже, здесь все эти вычтения выполняются где-то за минуту. А вот если считать столбиком, смотрите, умножить 32 на 48, умножить на 16, потом делить на 1024. Либо еще сокращать будете по 2, да? Но проще сразу работать со степенями. То есть их надо уметь искать. Так, еще одну задачку наподобие смотрим. Так, сейчас у меня тут немножко будет хвостик залазить, поэтому я сейчас лишнее удалю, ладно? Некрасиво так. А степень мы с вами оставим. Степень у вас, кстати, выучится в процессе решения. Если вы будете решать много задачек, они у вас без проблем выучатся. Особенно, когда система сидений пойдет. Итак, опять смотрим. Задачка наподобие, да? То есть потом решим наподобие или нет. Итак, смотрим. Статья, набранная на компьютере, содержит 20 страниц. Расписали. 20 страниц. На каждой странице 40 строк. Действие сразу мне скажите. Умножаем на 40. Пусть будет строк вот так. Не знаю, все одинаково начинается, да? И умножаем, наверное, на 48, на 48 символов. Это мы получили сколько у нас всего. Ну, давайте обозначим все-таки какой-нибудь переменной капость будет, да? Это количество всех символов явно. В одном из представлений Unicode каждый символ кодируется двумя байтами. Значит, нам уже каждый символ дано, сколько он весит в байтах, да? Вытащили. Здесь не биты нам даны, а байты. Определить информационный объем статьи в килобайтах. То есть искать будем килобайты. Объем в килобайтах. Так, ну и сразу что нужно будет сделать? Сначала что нужно сделать будет? Все нужно будет, вот эти все наши числа, их нужно будет что сделать? Перемножить. Итак, мы их перемножаем. Значит, у нас получается 20 на 40, еще на 48, еще на 2. У нас получились вот 10 байты. И из байтов нам нужно перейти в килобайты. Действие это делим, сразу рисуем дробную черту. На сколько делим? Или 8, нет, уже байт у тебя. Смотри. Значит, делим, только лучше не 1023 сразу писать. 2 в 10 лучше напишите. Смотрите, почему не делим на 8? Да, потому что нам уже даны байты. Вот она, да, видите? Вот наша точка вхождения. Вот. Мы отсюда начинаем. Да? Вот. И сразу следующее действие к килобайтам – это делить на 1024 или на 2 десятые. Так, сейчас найдем задачку нашу. Все. Теперь нужно опять аккуратно будет вытащить вот эти степени, чтобы легко было поделить. Итак, 20 явно делится на что? По блицу умножения вспоминайте. А побольше? На 4. Итак, 20 – это 5 умножить на 4. 40 – тоже на что-то хорошее делится. На 8. Значит, 40 – это 5 на 8. Вот, чтобы видно было. Вот это у нас с вами число какое-то 20 – это 40. Следующее число у нас – это 48. 6 на 8. 6 – опять четное. Значит, больше. 6 – это 3х2. Значит, расписываем, смотрите, сразу. 3 на 2 и на 8. Так? То есть, это 48 у меня число. Проверяем. 6 на 8 – 48, да? Так. И осталось еще одно число. Это просто вот эта двоечка, да, у нас есть. Внизу мы переписываем пока 2 в 10. А теперь давайте работать. Итак, у нас осталось 5 на 5. Это будет 25. Давайте сразу напишем, чтобы не тратить время. Так, смотрим. 4 – это 2 в квадрате. Находите дальше. 8 – это 2 в третьей. Так, осталась тройка. Здесь у нас двойка – это просто 2 в какой? В первой, да? 8 – это 2 в третьей. И еще одна двойка была – это 2 в первой. Внизу у нас остается 2 в десятой. Так, теперь считаем, какая же у нас наверху степень. 2 плюс 3 – 5, 6, 9, 10 степень наверху, 10 степень внизу. То есть у нас получилось. Давайте я все-таки один раз хотя бы напишу, что у нас 3 на 25 на 2 в десятый. То есть мы показатель сложили. И внизу у нас тоже 2 в десятый. Осталось у нас с вами… Вся степень сократилась у нас, да? Осталось 3 на 25. Ну и перемножаем. Это уже попроще перемножить. Это будет 75 килобайтов. Все. Ответ мы с вами у задачки нашли. 75 килобайт. То есть задание, в принципе, несложное. Нужно четко знать, как переводится единица измерения. Ну и хотя бы примерно знать таблицу степеней, да? Будете пользоваться, легко ее найдете. Давайте теперь перейдем к тем задачкам, которые у нас есть в более современных. Ах, да? Так, открыть с помощью. Сейчас я сделаю паинт. Так, это я с помощью чего открыла? Паинт 3D, да? Выбрала, не хочу. Так, сейчас. Как ты так открыл-то, интересно? Так, открыть с помощью. Не попал на верхнюю сторону. Наверное, вот это вот сюда не попал, да? Все. Теперь я попал куда надо. Увеличить или нет? Увеличить. Главное, чтобы задачка поместилась. Лезет вроде бы. Писать так негде будет. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Наверное, лучше от 16 бит сразу перейти к чему. И мы сразу в тексте переходим к байтам. Если потом не нужно будет, мы останемся вот либо с этим с 16 битами, либо уйдем сразу в байт. Вова написал текст. В нем нет лишних пробелов. Текст мы не читаем, пока это нам не суть важно. Ученик вычеркнул из списка название одной птицы. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы. Теперь смотрите, здесь идет правило. Два пробела не должны идти подряд. То есть что он вычеркнул? Давайте смотрим на само слово. Он вычеркнул, что у нас получается. Он вычеркнул сначала слово. После слова везде идет запятая. И потом вот так вот пробел обозначаем. Если даже, смотрите, если вот эта последняя вертиголовка, пробелы запятая будут перед ним. То есть в любом случае запятая и пробелы вычеркиваются. Теперь давайте смотреть, что же у нас получается. Как найти нам это слово? Итак, вычеркнули. Размер нового предложения оказался на 12 байт меньше. Итак, значит, объем информационный, который изменился, это 12 байт. Мы вспоминаем, что каждый символ у нас кодировался двумя байтами. Вот нам нужны сейчас байты или символы? Нам нужны символы. Значит, что нам нужно сделать? Как нам от этих байт к символам перейти? Каждые два байта – это один символ. Делим на два, да. Значит, символов у нас получает количество, да? Это 12. Поделить на два и получаем мы шесть символов. И смотрите, я так раз сразу и шести боковок у меня слово Гагар. Я пишу в ответе Гагара и ответ мне сразу не засчитывает. Почему? Да. Да. Смотрите, у нас получилось вот на все это вместе шесть символов. Здесь еще один символ пробел. Один символ взбитая. Вопрос, сколько пришлось на слово? Четыре. То есть, у нас четыре символа приходится только на слово. Ну, а теперь находим слово из четырех букв. Все. Вот это ответ. Значит, здесь маленькое такое замечание. Написано слово Грач с маленькой буквой. Ну, вы в любом случае будете его писать буквами какими-то печатными, да? По тому, как они написаны у вас будут в образце. Потому что, еще раз говорю, будет распознавать ваш текст именно компьютер. Если вы напишете вот так, вот-вот-вот, такими какими-нибудь буквами, да? Не факт, что он распознает это слово именно как грач. Он не будет сравнен с образцами, понимаете? Никто не будет распознавать ваш почерк. Если у вас в образце написано, что буква Г пишется вот так, значит, вы ее должны написать именно вот так. Вам это уже миллион раз будут потом еще в течение года говорить учителя по всем предметам, да? Вот какие буквы у вас будут в образце, так вы и пишете. И здесь еще такое своеобразное. Там вот если получаются большие слова, такие незнакомые большие слова, вам нужно будет очень внимательно их списывать. Понятно? То есть, если вы допустите орфографическую ошибку в слове, ну, например, слово Камчатка написали через букву О. Компьютер сравнивает образец. В образце написано Камчатка. Вы написали Комчатка. Вопрос, вам задание засчитают? Нет. То есть, проверяйте еще, то ли вы написали. Прям вот, если как бы вот сомневаясь, прям по буквам сравнивайте. Так, ну, грача мы с вами нашли. Сейчас я листаю ниже, чуть-чуть уменьшу только. Самое главное не потерять. Следующая задача, это номер 27. Это я брала задание из решу ОГЭ. И начинаем сразу работать с текстом. Не тратим время на отдельное чтение. Кодировка у нас теперь КОИ 8. Каждый символ кодируется 8 битами. И мы с вами сразу исправляем, что это не 8 бит, а 1 байт. Итак, вот здесь у нас уже есть 1 байт. 1 байт. Теперь находим текст. У нас есть. Мы его пока не читаем, он нам не нужен. Читаем самое главное дальше у нас. Ученик удалил из списка названия одного предмета. Вот здесь внимательно читайте. Если здесь будет написано, что 2 запятые, там или там сколько там пробелов может быть. Вот здесь нужно очень внимательно смотреть. Написано, что он удалил сразу лишнее запятую, то есть одну запятую и один пробел. Вот говорят, два пробела не должны идти подряд. Размер нового предложения оказался на 11 байт меньше, чем размер исходного предложения. У нас получается каждый символ, это сколько байт? 1 байт. Вопрос. Сколько символов убрали? 11. Итак, у нас опять-таки слово, запятая, пробел и все это вместе. 11 символов. Длину слова назовите мне, пожалуйста. 9. Значит, нам нужно найти слово, в котором 9 символов. География. География. Да. То есть в ответе пишем просто география. География. То есть в ответе географии. Здесь было одно такое слово, которое плохо писалось, да? То есть могли допустить ошибку арфографическую. Такое незнакомое, наверное, слово может быть. Может быть, два даже незнакомых слова. Какие? Артишок и патиссон, да? То есть патиссон с двумя буквами СН. Напишите с одной все. Так, ну давайте смотреть, что у нас здесь уберется. Сразу мне скажите, сколько идет на один символ байтов? Два байта. Так, сразу два байта. Так. Два байта нашли. Меньше стало на сколько? На 22 байта. А каждый символ по два. Вывод. Удалили 11 символов. Что-то здесь опять то же самое, да? 11 символов. Так. 11 символов удалили. Длина слова какая будет? 9. Длина 9 и ответ. Ну, картофель все здесь правильно напишут. Все. Вот мы с вами задание это сделали. То есть ответ получился у нас картофель. Теперь. Как бы вот те задачи, которые я планировала, что мы с вами разбираем именно вместе со мной, я с вами разбирала. Теперь. Какие задачи. Так. Я поддевку открывала или нет? Я не помню. А, открывала точно. Еще раз открыла. Какие задачи мы с вами берем дополнительно. Выбирайте. На слова. На подсчет количества. Какие задачи взять? У нас с вами еще осталось полчаса. А на ваш выбор какие задачи взять? Забрать еще. Подсчет количества. Вот в тексте, да? Со страницами, который был? Давайте найдем. Так. Где-то в конце были у меня. Насколько я помню. Так. Это мы с вами разобрали. Еще были? Угу. Так. Вот эту задачку мы с вами берем тогда, да? Сейчас увеличим, наверное, тогда, да? Еще и сделаем print screen просто. Вот так, если нормально. Вот так, да? Запишите себе, что это 30-й номер. Сейчас. Так. Вот она 30-я. Все. Сейчас еще немножко увеличим. Что ты? Вот так. Вот так нормально? А на последних всем видно партах? Или крупнее? Ну, пойдет. Итак, сразу работаем с текстом. Смотрим. Рассказ содержит 8 страниц. Записали. 8 страниц. На каждой странице 40 строк. В каждой строке 48 символов. Определите информационный объем рассказа в килобайтах в кодировке Windows, в которой каждый символ кодируется 8 битами. Хотим переводим в байтах, хотим не путаемся. Вот смотрите, вы это написали сразу, да? Это на сколько всего получилось символов, да? Каждый весит 8 бит. Действие какое? Умножить на сколько? На 8. Каждый по 8 бит. Каждый по 8. А нам нужно килобайты. Делим. У меня биты. Делим на 8. И 2 в десятый. Восьмерка, потому что, смотрите, восьмерка прям вот видна, да? Поэтому лучше именно 8 оставить. Остальное сейчас работаем со степенями. 8 мы уже убрали, вот эту вот восьмерку, например, и вот эту. Можно было вот с этой сократить, да? Расписываем. Что такое 8 страниц? Это 2 в третьей. 40 делится на 8. Это будет 8 и 5. Давайте как распишем сразу. 5 на 2 в третьей. 5 на 2 в третьей. 48 делится на 8 на 6. Так, ну это 8, это 2 в третьей. Ну-ка, давайте посчитаем, сколько у нас уже получилось. 3 на плюс 3. Это будет 6. Девятая. Шестерка придется расписывать. Нам нужна десятая степень. Значит, будем писать что? 3 умножить на 2. Поняли почему, да? То есть нам, смотрите, третья степень и еще третья, еще третья. В сумме получается 9. А нам нужно сократить с десятой степенью. Поэтому шестерку мы с вами расписали как 3х2. Трижды 2. Вот можно, если как бы сомневаться, да, то есть вот это у нас какое число? Это было 8, да? Вот это наше число, это было 40, а вот все остальное было у нас 48. Так. И делим мы с вами уже только на 2 в десятую. Проверяем, что у нас осталось. У нас осталось 5 по-любому. Еще одно число осталось. Какое? 3 осталось. Двойки считаем степеньем. Третья, плюс третья, шестая, еще плюс третья, девятая, плюс первая, десятая. И внизу 2 десятые. И осталось у нас какое число? 15. 15 килобайтов. 15 килобайтов. Так. Более-менее. Какую еще задачку? Давайте теперь вы порешайте. А я немножко проконтролирую ваши ответы. 29 страницу. Ой, номер, простите, 29. Я сразу скрин сделаю. Хорошо. Хорошо. Так все. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Вы вот если как бы выделили уже из текста, можно я тоже начну писать? Вы только не поглядывайте. Вот как бы сейчас друг друга проверим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну, я думаю, уже в принципе все доделали, да? Так, ну, с моим ответом сошлось? Сошлось. Так, надо ли разбирать еще подобный тип заданий? Нет. Я предлагаю тогда еще одну задачку решить. Так, сейчас. Эта вот задачка мне вот эта понравилась. Читайте внимательно. И сейчас мы ее тоже разберем, да? Так, print screen. Сейчас я только скопирую в паинт. Так, сейчас. Чтобы было место, где писать. Смотрите, чем отличается вот эта задача от тех, что мы до этого решали. Одно из слов ученик написал два раза подряд, поставив между одинаковыми словами один пробел. Смотрите, помните, у нас как бы предыдущие задачи начинались с того, что Вова чего-то там у нас написал, да? Где там у нас эти были задачи-то с гагарами, помните мне? Вот. Итак, смотрите. Обратите внимание на русский язык. Вова что сделал? Написал текст. То есть он же его написал. А в этой задачке у нас Вова что делал? Он хотел еще только написать, да? Но где-то он ошибся. И какой-то вот из этих слов он написал два раза подряд. Еще и поставил между одинаковыми словами один пробел. Так, смотрим, есть ли здесь запятая. Поставив между одинаковыми словами один пробел. Так. При этом размер написанного предложения оказался на 8 байт больше, чем размер нужного предложения. Теперь давайте думать, как решать. То есть задачка, она похожа на те, что мы с вами решали, да? Но чуть-чуть отличается. Итак, что он написал лишнего? Слово и пробел. Так, это слово и пробел. Так. Теперь. Опять с текстом вы начали работать сразу. 8 бит это 1 байт. Так. Насколько у нас получается лишнего стало, чем надо было? На 8 байт. То есть вот это все у нас занимает 8 байт. И каждый байт это 1 символ. Вопрос. Сколько символов лишних? 8 символов, да? Ну и сколько приходится на слово? 7. То есть слово у нас из 7 будет символов, да? Так, это символов. Начинаем искать. Здесь побольше теперь стал. Скользя. Давайте только проверим, нет ли у нас больше из 7 бутылок. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да? Вроде нету, да? Навестим. Вот у нас здесь будет 8, да, по-моему? То есть слово у нас в ответе получается какое? Скользя. Здесь может появиться какая-то ошибка. Мы привыкли к тому, что мы отработали, например, 20 заданий, в которых везде удаляем слово, запятую, пробел. Мы автоматически ставим вот здесь вот, не думая, вот эту вот запятую. и в результате у нас получается ошибка. То есть на один символ и из 6 букв у нас будет уже какое-то другое слово там, например, да? Пустые, например, вместо скользя. То есть вот здесь очень внимательно нужно читать текст. Вот это основное здесь идет. Кстати, и в ОГЭ, и в ЕГЭ самое главное – это очень внимательно читать. Так, сейчас. Мы этого коня нашли, да? Сейчас. Ну давайте отработаем все-таки этот номер. Как следует. Сейчас еще разочек. Вот это здесь все уберу, ладно? Чтобы нам можно было писать. Вот оно задание. Так, ну и кого же у нас тут убрали? Значит, убрали. Значит, каждый символ кодировался сколькими битами? Убрали сколько символов? Восемь. И убрали, получается, слово из каких букв? Из 6 получается у нас ПЕКАРИ. То есть вот это мы с вами разобрали. И опять-таки пишется все это правильно, да? С точки зрения грамматики. Так. Ну, основные вот как бы мы с вами здесь все разобрали. Основные слова. Еще задачки. Можете... Давайте эту еще попробуем. Восемнадцатую. И одну задачку еще на ваш выбор. Так. Все. То есть кодировка теперь у ТФ не 8, а у ТФ 32. Восемнадцатого. То есть little тв. А... То есть трогай чемп odpowied emphasize. Восемнадцатого. Сейчас высход typically подойдут к шля matéri cultivой. А в зависимости от вопросов. Я 해� his правила. В PHIL оператор обращえるần в основные goed aik. Потому что в когда в этом случае применяют сигнал о подарок. Как же выбор, тв. Итак, каждый символ у нас занимал... Давайте-ка вместе. Ой. 4 байта, да. Как раз там не будем писать. 4 байта. Дальше. Убрали. Убрали. Сколько символов? Да, 5 символов убрали. Символов. Сколько, значит, занимало само слово? 3 буквы. Да, то есть слово, запятая и пробел. И получился у нас ответ какой? Ель. То есть ответ у нас вышел ель. Так, пока. Еще одну задачу давайте разберем, какую вы хотите. На ваш выбор. Задания просто такие достаточно простые. Так, выхухоль у нас. Ну, то же самое. Учеркивание, да. Так, вычеркивание. То есть здесь вот в основном, конечно, идут вычеркивания, то есть по образцу с демо-вариантом, да. Давайте внизу найдем что-нибудь хорошее. Какую задачу вам? Вот мы сейчас разобрали несколько типов. Какую задачку? На вычеркивание, на нахождение вот этого символьного. Давайте. Какую? Нахождение все же. Так, какую мы еще не делали. Мы вот эту делали с вами? Да? Нет? 29-ю, посмотрите, делали, нет? Делали, да? Ну, значит, в принципе, вот такие задачки мы, наверное, почти все это и разобрали. 32-ю, смотрите, 30-ю, вернее, делали. Тоже, по-моему, делали, да? Да, точно делали. Так. Что у нас здесь еще есть? Эти мы точно разбирали. Так. Ну, давайте. Задачка тогда от меня. Сейчас я все выделю, так ладно? Так, сейчас я текст, что можно было писать и покрупнее. Так, я только все писать не буду, ладно? Итак, у нас есть какая-то статья, набранная на компьютере. И известно, да, что на одной странице... Так, где? Рецептиклей, которая нужна. На одной странице находятся 48 строк. Подписывайтесь на строк. В каждой строке... В каждой строке... В каждой строке... У нас находится по... 64 символам. Известно, что используется кодировка кое-8, в которой каждый символ занимает 8 бит. 8 бит. Известно, что объем этой статьи... Объем этой статьи... 2 килобайта. То есть не превышает 2 килобайта, пусть будет, да? Я, по-моему, сказала... Я прошу прощения, 20, да? Наверное, получается 20 килобайтов кмб килобайтов. То есть он не превышает 20 килобайтов. Сколько максимально может быть страниц в нашей книге? То есть чуть-чуть задачка, но по-другому. Итак, вопрос у нас тут получается, сколько страниц максимально может быть в этой книге? Так, знак вопроса. То есть может быть меньше, да? Но не может быть больше. Как такую задачку решать? Да. Ну, то есть что мы здесь будем делать? Мы опять-таки для себя вот запишем, что у нас... Так, как-то надо обозначить, да? То есть строки... А, страница, да? На строки... На что? На символы... И на количество информации, вот это в битах, да? То есть на и. А найти нам нужно... Что? Сколько страниц, может быть, максимально, да? То есть... Но, смотрите, вы учитываете то, что как бы объем, да? Он не превышает 20 килобайтов. И как же нам нужно будет найти вот эти вот странички? Вспоминаю математику. У нас здесь вот умножение. Обратное действие для умножения будет какое? Деление. То есть вот все то, что здесь вот было лишнее и наверху, оно у нас уйдет куда, соответственно? Вниз. То есть мы будем объем, вот этот вот информационный, мы его будем делить на количество строк, символов и на и. То есть вот она вот тут, на 8 бит. Кто-то уже ответ прислал, увидела. Итак, что же у нас получается? 20 килобайт. Смотрите. Теперь у нас 1024 или 210 будет вот здесь. Вы можете, смотрите, вы можете здесь сразу написать, что это у вас будет 1 байт. Тогда вам не придется с восьмеркой дальше работать. Здесь вот у меня уже байты. Теперь строк у нас 48. Напишем внизу, да? Символов у нас с вами 64. И сколько? Если мы берем здесь байты, то здесь тоже байты пишем. Сколько байтов? Один. То есть здесь тоже байты. Видите, они байты сокращаются у нас. То есть байты сокращались, как на физике, да? И у нас осталось именно количество, то есть штуки. Ну, давайте расписываем, смотрим, что у нас получается. 20 на 2 в десятой. 64 – это 2 в какой, вспоминайте? 2 в шестой. Внизу у нас еще остается 48. Помните, мы с вами расписывали? Оно, кстати, делится не только ведь на 8. Оно делится на 16, самое главное, да? То есть вот это у нас 16 на 3. Итак, мы расписываем, значит, 2 в четвертой и троечку сюда. Сокращаем мы с вами, какие числа? 2 в десятой, да? Вот эти числа сократили. И у нас остался ответ 23. Теперь, смотрите, может ли быть в книге страниц 6 целых, например, 6 десятых, там 666 в периоде? Нет. Значит, мы будем брать либо сколько страниц? 6, либо 7. Теперь смотрим. Если мы возьмем 7 страниц, у нас будет превышать эти 20 килобайтов или на… Нет. Ну-ка. Будет превышать. То есть у нас много уже получится, а у нас не должен превышать объем 20 килобайтов. Поэтому мы берем, в какую сторону сейчас будем округлять? В меньшую. То есть оно может быть меньше, но не может быть больше. И мы вот здесь вот пишем, пусть уж округление тогда будет, что у нас 6 страниц. То есть здесь именно 6 страничек. Так, теперь дальше. Вам в группе ВКонтакте пришлют ссылку на платформу Степик. Вы, наверное, все равно все в ВКонтакте сидите, да? Либо мы в Дискорде эту ссылочку пришлем. Значит, для того, чтобы вы могли хорошо отработать, вам на Степике к первому занятию Елена Владимировна разместила несколько таких теоретических, да, то есть вот выкладок, и плюс еще вопросы на вот те задачи, которые были на сегодняшнем занятии. Чем хороша вот эта вот платформа Степик? На Степике вы можете, ваш ответ вводится, и он проверяется. То есть вы видите, правильно или неправильно. А мы, как учителя, можем видеть ваши результаты. То есть единственное, что большая просьба, когда вы будете регистрироваться, да, чтобы у вас не было написано там Дед Мороз или вот там уже хорошо все поправились, не знаю, какая мышка там в Дискорде, напишите, пожалуйста, свою фамилию и имя. То есть когда будете на Степике делать степик.org, и когда вы перейдете по ссылке, которую мы вам разместим в группе ВКонтакте, вы автоматически включитесь как бы в наш класс, который мы для вас создали как учителя. Большая просьба до следующего занятия, до следующей субботы. Там у вас прям вот несколько тестовых заданий, и вы просто порешаете. Ну, минут 20 у вас, наверное, уйдет на это все. То есть там ничего сложного нет. Но это касательно организации. Все. Теперь, если какие-то вопросы есть, вы их сейчас даете. Если вопросов нет, то, наверное, в принципе, мы с вами на сегодня заканчиваем. Все ли вам понятно? Все? Ну, тогда, если вопросов нет, то до свидания. До свидания.